Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Мог совершить и другие преступления. В Алтайском крае продолжается расследование громкого уголовного дела. Дочь Роберта Рождественского презентовала фильм о своем отце. Где снимали кино и где его можно будет посмотреть? Заявить о себе на всю страну. Журналисты школьных медиа-центров будут продвигать экстремальный туризм на Алтае. В СМИ появилась информация о том, что ранее задержанный житель Калманского района Виталий Манишин якобы признался в убийстве абитуриента к политеху в 2000 году. Об этом заявляют журналисты нескольких изданий со ссылкой на свои источники. Сразу отметим, что ранее в Следственном комитете называли эту информацию преждевременной. Напомним, Виталия Манишина задержали весной этого года. Его обвиняют в убийстве девушки, совершенном еще в 1989 году. По версии следствия, мужчина закопал тело несовершеннолетней недалеко от села Зеленая Дубрава Родинского района. Больше 30 лет убийство оставалось нераскрыто. Известно, что Манишин дал признательные показания. И тем временем следователи устанавливают причастность мужчины к совершению других особо тяжких преступлений, которые произошли много лет назад. Идет ли речь об убийстве абитуриенток? И неужели именно Виталий Манишин и есть тот самый политеховский маньяк, прогремевший своими делами на всю страну? Мы узнаем позже. А пока расследование продолжается. Ну и к другим темам. Работы идут по графику и без осложнений. Так, о строительстве путепровода на новом рынке говорят инженеры. Сейчас сооружение находится на одном из предфинальных этапов. О том, когда жители Барнаула смогут наконец-то пройти и проехать по новому мосту, и какие дополнительные работы для улучшения транспортного потока готовится провести подрядчик, расскажет Данил Кузнецов. Данил Кузнецов На трехпролетном путепроводе на сегодняшний день выполняются работы по омоноличиванию продольных швов, балок пролетного строения, также к устройству шкафной стенки на опоре номер 2. Также параллельно мы продолжаем засыпать опоры. Объем там очень большой, поэтому работы много. Каких-либо сложностей, по словам инженеров, нет, поэтому уже к концу июля все 22 балки на 8-пролетном путепроводе, скорее всего, смонтируют. После начнутся работы по устройству монолитной проезжей части. Она у нас будет на первом и на втором пролете, монолитная проезжая часть. Займемся ее армированием и последующим бетонированием. На пролете 3-4 проезжая часть запроектирована из сборных железобетонных плит. В настоящее время завод-изготовитель начал их изготовление. И к середине июля мы начнем получать уже готовые плиты. Вместе с созданием проезжей части начнется постепенное сращивание моста. И свой черновой вид он приобретет уже к середине августа. Также параллельно с этим будут идти дополнительные работы по расширению проезжих частей перед мостом, чтобы убрать эффект бутылочного горлышка. Для этого уже заранее начали разрабатывать котлован для подпорных стенок. Причем с обеих сторон. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Порядка 7 тысяч вакансий было представлено на Всероссийской ярмарке трудоустройства. Сегодня она проходила по всему Алтайскому краю. Центральной площадкой стал карьерный движ в парке Изумрудный. Найти себе подходящую профессию смогли как юные, так и пожилые соискатели. Наша съемочная группа побывала на мероприятии и узнала, на какие профессии сегодня засматриваются жители региона. Вот так жарко и с музыкальным огоньком проходила ярмарка вакансий. На самом деле молодежь политехнического техникума хвастается не голосовым диапазоном, а музыкальными колонками, которые они собственноручно собрали. Их крутость в том, что одна колонка чуть больше другой, и можно их буквально друг в друга складывать, и получается меньше габарит колонок. Ребята своим примером показывают, какие технические профессии можно освоить и своими ноу-хау-разработками неплохо зарабатывать на жизнь. Эту ампулу обязательно нужно надрезать резаком, это травмоопасно, можно повредить дополнительные движения. Эту же ампулу можно открыть просто руками. Это легче, это быстрее. Как правильно вскрывать ампулы, делать перевязки, оказывать первую помощь. Мини-лайфхаками делятся студенты-медики с участниками ярмарки и завлекают в свои ряды. У нас здесь есть несколько площадок. Здесь у нас лечебное дело, фармация, сестринское дело мы представляем, и ортопедическая стоматология. Ну, вообще, мы видим заинтересованность людей, особенно молодых людей. Нам очень важно привлекать студентов в наше учебное заведение. А остановились вот здесь, возле медицинского колледжа, возле лечебного дела? Почему так вот заинтересовало? Ну, просто мне интересная тема. Я не скажу, что прям хочу врачом быть или быть связанным с медициной. Просто интересно изучать такие таблетки, там, уколы и так далее. Не может еще понять, определиться. Вот, ну, скорее, сфера связанная, наверное, с общением с людьми, потому что хорошо умеет общаться. А уже что конкретно, выберет сам. Может, тоже рекрутера принять. Приходи. Помимо технорея и медиков, на площадке парка Изумрудной представлены 3000 различных вакансий. Алтайские предприятия, их больше 80, ищут инженеров, программистов, менеджеров, дорожников и многих других. Размер заработных плат по отдельным профессиям превышает 100 тысяч рублей. Главная цель этой площадки, главная цель ярмарки трудоустройства – это сблизиться искателей и работодателей, довести до конкретного, либо трудоустройства, либо подбора кадров наших клиентов. Ярмарки вакансий проходили сегодня по всему Алтайскому краю. Всего более 130 мероприятий на 11 площадках региона. 300 работодателей сегодня встретят свои и представят свои вакансии. Где-то порядка 7 тысяч вакансий будет предложено на всех площадках Алтайского края. Организаторы надеются, что сегодняшний день стал продуктивным. Ведь многие жители региона наверняка смогли выбрать себе профессию по любви. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. В центре Барнаула отреставрируют старинное деревянное здание. К работам уже приступили барнаульские студенты и волонтеры. Анатолия 59 – второй дом, который будет восстановлен в рамках проекта «Дома», созданный депутатами Краевого молодежного парламента. Подробнее в сюжете. По рукам не проводим, только по дереву. По дереву мы работаем непосредственно по волокнам. К восстановлению деревянного зодчества приступили неравнодушные жители города. Работа проводится в рамках проекта «Дома». Он существует уже второй год. В 22-м отреставрировали здание на Анатолия 118. Решили для нашего города сделать полезное дело, так как очень переживаем. Душа болит за деревянное строительство. Обидно смотреть, как обшивают красивые дома сайдингом. В этом году выбор пал на дом 59 и тоже на Анатолия. Кстати, здание для восстановления выбирают не просто так. Во-первых, дом не должен быть объектом культурного наследия. С такими работают специализированные службы. Во-вторых, желательно, чтобы находился в центре города. А самое главное – заинтересованность жильцов. Вообще красота будет, потому что своими силами это вот посмотришь, охота вроде, чтобы красиво было. Но самому не сделать. Тут такие резные наличники старина. Жильцы будут помогать волонтерам, которые, к слову, уже прошли обучение. Мы создавали методичку, по которой нужно было провести обучение для волонтеров о том, как работать с деревом, какое покрытие мы должны наносить, в каком случае, что делать, если у нас не получается или наоборот получается. Ребята, а это в основном студенты, прослушали четыре теоретических занятия и побывали на производстве. Все благодаря выигранному гранту. Символика проекта и душевная кампания – еще один привлекательный бонус для участников. Я хочу приобрести новые навыки, узнать, может быть, историю дома, то есть больше погрузиться в реставрацию дерева, какого-то декора. Я не знаю, ну, этот дом, не знаю, что это, но я думаю, что просто нужно помогать, может быть, бабушке, я не знаю, но нужно помогать, ну, работать, ну, чтобы все чисто будет. Если честно, это первый раз это сделаю, но мне нравится, это вообще мне нравится. Вы знаете, я иностранец, я не русский, но мне интересно, но ваша культура. Сейчас организаторы проекта выясняют историю дома, у которого, кстати, есть своя изюминка. Тот цвет, который есть сейчас на доме, это не его изначальный цвет. Лет 40 назад, когда заезжали сюда жильцы, с которыми непосредственно мы взаимодействуем, сказали, что ставни были покрашены в один цвет. Так делают почему? Потому что это дешевле и потому что это проще. А мы в ходе исследования дома обнаружили, что ставни были совсем другого цвета. Примерно через месяц можно будет увидеть исходный цвет дома, а после волонтеры займутся зданием в Бийске. Да и в будущем организаторы планируют развиваться и масштабировать проект. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, День с толком. Журналисты школьных медиа-центров будут продвигать экстремальный туризм на Алтае. Недавно юные корреспонденты сняли свои репортажи на фестивале «Песчаная», который проходит в Смоленском районе. Соревнования ежегодно объединяют спортсменов со всего края. Этот год для фестиваля может стать поворотным, ведь расширять его географию принялись юнкоры. Что из этого вышло, расскажем далее. Здесь вырастают спортсмены, тренеры и спасатели. Рафтинг, пеший туризм, скалолазание, фигурное вождение на велосипеде – все это молодежный фестиваль экстремального туризма «Песчаная». С 2007 года его проводят в Смоленском районе в Урочище Щеке. Для этих ребят соревнования – проверка формы, спортивный рост общения со своими. При этом здесь есть как профессионалы, так и любители. Радость от того, что и птахи молодые приходят, и старшие приходят. И то, что 7-7 лет, еще желание не уходящее сюда приехать, побороться. Сегодня фестиваль расширяет свою аудиторию. В этом году соревнования освещают 22 юных корреспондента из Первомайского, Кытмановского и Троицкого районов. Каждый из них состоит в школьном медиа-центре. Стать информационными партнерами фестиваля ребятам предложил депутат Госдумы Александр Прокопьев. Знаете, что хотелось бы в результате, наверное, получить, и я уверен, что мы с этой задачей справимся, чтобы вот с помощью вашей работы, которую вы там проделаете, тех проектов, которые осуществите, чтобы эти соревнования, наверное, вышли за рамки Сибирского федерального округа и стали общероссийскими. Для того, чтобы внести свой вклад в развитие экстремального туризма на Алтае, юнкоры погрузились в работу редакции Бийского телевидения. Мы обращаем внимание на знаки припинания. Обязательно! Где точка, где запятая. А кому-то даже повезло попробовать себя в роли телеведущего. И завтра, по прогнозам синоптиков, нас ждет один из самых жарких дней. После погружения в телевизионную кухню юнкоры сами отправляются на съемку. Мне хотелось бы попробовать направление себя корреспондентом, потому что я практикуюсь в этом направлении, но еще не так хорошо, как я считаю. То есть у меня еще есть где развиваться, где учиться. Всем привет! С вами на связи медиа-центр «Есть контакт». Чтобы все увидеть, мы будем смотреть в четыре глаза. Наши корреспонденты оказали небольшую помощь в подготовке материалов для соревнований, а также ощутили на себе командный дух, когда несли рам весом около 20 килограмм. Хотелось бы, конечно, вернуться сюда еще много-много раз. Что мотивирует юных спортсменов? Как развивать экстремальный туризм на Алтае? На эти вопросы ребята пытаются ответить в своих репортажах. В этом году соревнования объединили около 300 участников со всего края. Также приехала команда из Монголии. Возможная информационная поддержка юных журналистов расширит географию фестиваля. Основная задача – это съемка, показать, насколько классен спортивный туризм, какие есть возможности у ребят, которыми занимаются, рассказать, о чем они мечтают и, конечно же, заинтересовать тех, кто будет эти ролики смотреть. Каким будет эффект от этой синергии, мы узнаем через год на следующих соревнованиях. Но уже сегодня зрители могут внести свой вклад, проголосовав за лучший репортаж о фестивале «Песчаная». Сюжеты школьных медиа-центров выставлены на сайте Фонда социального содействия Александра Прокопьева. Профессиональные жюри, журналисты «Толка» выберут лучший репортаж с точки зрения подачи материала, а еще одна победа будет присвоена юнкорам за самое большое количество просмотров. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День с толком. Не разбить стакан и не пролить ни капли воды – такая задача не только стояла перед водителями такси, участниками конкурса профессионального мастерства. Региональный этап всероссийского конкурса «Лучший водитель такси-2023» прошел в Барнауле уже третий раз. Как автомобилисты справились с дистанцией и на каких ошибках посыпались – расскажем далее. Служб такси и водителей в Алтайском крае много. Однако далеко не каждый желающий смог участвовать во всероссийском конкурсе «Лучший водитель такси». По условиям регионального отбора таксисты должны быть официально трудоустроены или иметь ИП, водить авто не менее трех лет и к тому же без грубых нарушений ПДД. Соответствовали всем параметрам 18 человек. Изюминкой стала участница девушка. Конечно, за рулем чувствую себя отлично, очень хорошо. Особенно за рулем на механике. Какие самые сложные моменты для вас? Красиво. Даже не могу сказать. Наверное, в параллельную парковку буду заезжать сложнее всего. В ходе конкурса оценивается по двум направлениям – теоретическая и практическая части. В теоретической части идут билеты в правила дорожного движения, а также достопримечательности города и история города и края. В практической части – выполнение на автодроме ряда заданий, таких как змейка, параллельная парковка, заезд в гараж. Основной оценивающий критерий – стакан воды на крыше авто. Он не должен разбиться, значительно съехать, и чем больше воды, тем лучше. Практические задания в этом году усложнены. Добавлена змейка с переменным шагом, а именно это не одинаковые расстояния между фишками, и она удлинена. То есть, если раньше это были 4 конуса, сейчас их 6, и расстояние постоянно сужается. То есть, водителю нужно делать на это какую-то свою поправку с учетом своего профессионализма. Пройти дистанцию нужно качественно, плавно, безопасно и быстро, подчеркивает организатор. Ошибки, конечно, были, причем разные. Задета фишка будет минус 1 балл. Например, задевали фишки, не укладывались в положенные 4 минуты, а самая короткая поездка была у участника под номером 3. Он не пристегнул ремень. За место расположения стакана плюс 5 баллов. Можно выходить. Стакан на взвешивание. Что касается стакана с водой, тоже справились не все. Один из участников все же разбил его, однако восполнил потерю баллов скоростью, показав лучшее время на дистанции, и вошел в тройку лидеров, которые поделили между собой призовой фонд в 30 тысяч рублей. Победителем неизменно уже в третий раз стал Александр Кузьмин, водитель с 30-летним стажем. Александр Кузьмин будет представлять Алтайский край на финале конкурса профессионального мастерства среди водителей такси. Юлия Щепина и Егор Волков. День с толком. В Алтайском крае впервые показали документальный фильм о поэте Роберте Рождественском. Его снимали в Косихинском районе и в Москве. А в качестве героев выступили не только знакомые поэты, но и знаменитые исполнители. Александр Розенбаум, Валерия, Лев Лещенко и другие. У него останавливалось сердце семь раз. Его заводили и заводили, и заводили. А на восьмой раз его смогли завести. Именно поэтому фильм называется «Семь мгновений Роберта Рождественского». В нем рассказывается о разных периодах жизни поэта. Притом документальное кино не зацикливается только на его личности. Картина также показывает наследие Рождественского и трактовку творчества в современных реалиях. Посмотреть фильм можно будет в заключительный день Рождественского фестиваля уже завтра на родине поэта в Косихе. Кстати, в ближайшее время одну из улиц Барнаула планируют назвать в честь Рождественского. Об этом шла речь на встрече дочери поэта с главой Барнаула. Хорошо бы еще сделать сквер, и я как приеду, буду говорить с нашими замечательными скульпторами, чтобы сделали хороший памятник. Еще попросила сквер, мы долго думали, что на сквере может быть. Я говорю, надо будет березы из Косихи притащить, пусть они там растут, потому что они какие-то удивительные. На этом у меня все новости. Смотрите нас на «22 кнопки» в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире и хороших вам выходных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!